Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди, и я хотел сделать большой обзор на все сегодняшние события, но прямо сейчас я испытываю огромное желание поделиться своими эмоциями. Ведь сегодня происходит вторая американская революция. Биткоин открывает новую страницу как в своей истории, так и в истории США. Это будет небольшое видео о красном цунами, покоряющем штат за штатом и заставляющем биткоин зеленеть. Думаю, достижение нового исторического пика в 75 тысяч долларов не оставляет никого равнодушным. И если это так, не забудь поставить лайк. Похоже, уже можно говорить о том, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов. Это было чертовски впечатляюще. И биткоин заценил это, достигнув 75 тысяч долларов впервые в своей истории. Кроме биткоина росли даже мемы. Доги коин, Солана. И если говорить про другие рынки, Тесла, технокомпании, облигации, доллар США и другие индексы тоже росли. Есть вещи, которые падают. Например, японская и китайская национальные валюты. На данный момент Полимаркет дает 99% шансов на победу экс-президента. А Нью-Йорк Таймс дает 95%. Шансы Камалы Харрис были основаны на синей стене из трех штатов. Висконсин, Мичиган, Пенсильвания. И все три штата выбрали Джо Байдена на прошлых выборах. И на момент этой записи Камала Харрис сильно уступает в этих штатах. Все они красные. Вместо демократов уже республиканцы построили здесь свои красные стены. Что это значит? Это значит, что налоги на нереализованную прибыль остаются лишь фантазией Харрис и демократов. Это значит, что Гэри Гэнслер будет уволен. И будет назначен новый председатель СЕК благосклонной криптовалюте. Рос Ульбрихт будет освобожден. Наконец-таки. Майнеры получат поддержку и экономическое облегчение. Инвестиции в биткоин и его экосистему вырастут. Добыча нефти будет увеличена, что приведет к снижению цен на нефть и энергоносители. Это поспособствует буму производства. Финансовые рынки будут расти благодаря консервативной прорыночной политике и потенциальному снижению налогов. Это поддержит и цену биткоина в том числе. Трампа окружает сильная команда сторонников свободного рынка. Также в его команде есть люди, выступающие против войны, но поддерживающие биткоин. Все это позитивно для мировой экономики и для биткоина в частности. Негативный момент заключается в усилении напряженности в отношениях с Китаем и неизбежное ведение пошлин, что ослабит торговлю. Именно поэтому уже сейчас китайский юань начинает слабеть по отношению к доллару США. Ведь он боится победы Трампа. Однако даже это может привести к усилению биткоина, так как у Китая не останется выбора, кроме как пойти на еще более масштабное стимулирование своей экономики, что для биткоина является позитивным моментом. Здесь нужно помнить, что все это основано лишь на обещаниях Трампа. А вот выполнение этих обещаний не гарантировано. За президентскими выборами США немногие люди заметили, что также происходят и перевыборы в Сенат и Палату представителей. И промежуточные результаты говорят о том, что контроль получают республиканцы. Сопротивление синих практически не видно. И мы видим интересную картину про биткоинеров намного больше антибиткоинеров. Быть против биткоина это уже не жизнеспособная позиция в американской политике. И поэтому можно сказать, добро пожаловать в эру самого прокриптовалютного конгресса Америки за всю историю. Более 219 кандидатов, выступающих за криптовалюту, уже избраны в Палату представителей и Сенат. А это означает, что сегодня криптоизбиратели высказались решительно не только на президентских выборах, но и на выборах нового Сената. Во всей стране американцы показали, что их заботит будущее криптовалюты, что они хотят четких правил регулирования для криптовалюты, и что они больше не потерпят несправедливого отношения к криптовалютам. Сегодня воистину исторический день для криптовалюты. Запомни его. На этом фоне криптовалютные рынки и рисковые активы растут. Солана, Кардана, XRP, Биткоин. Ведь сегодня мир, Биткоин и криптовалюты изменятся навсегда. И назад пути больше не будет. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok